Мерзает роза на две трети и остается одна треть снизу, то она не цветет, она не способна цвести. Если половина, нормально, если это еще лучше. Поэтому вы всегда должны у этих роз сохранять побеги предыдущего периода. Тогда вы будете иметь этот каскад. А если не получается, то вы будете иметь в процессе роста опять будут появляться побеги, и вы опять будете наблюдать, если сложится так погода, а часто у нас складывается погода, температурный режим, накапливается температура активной, и в августе скромно могут появиться цветочки. Это ремонтация некоторых однократно цветущих ростов, но эта мелочь, которая появляется, вас, конечно, не порадует. То есть вы четко поняли, что рамблеры имеют гибкие побеги, которые обязательно нужно сохранять. А вот кламберы, это повторно цветущие розы в большинстве случаев, они крупноцветковые. Вот, они 2,5-3 метра. И если вдруг какие проблемы с побегами предыдущего года, эти побеги все равно в этом сезоне отрастают и цветут. Проблем нет. Единственное, что опять-таки, я вам потом покажу сорт фламентанс. Она плетистая крупноцветковая роза, но она однократно цветущая. То есть есть все-таки среди крупноцветковых однократно цветущие розы. И, по сути, производитель, либо вот торговый центр, который занимается реализацией, вас должны знакомить с этим. Определить розы очень трудно. Нету определителей, как принято. Есть каталоги, которые тоже иногда в искаженном виде фотографии даются, потому что это еще завязано с печатью. Потом следующий слайд.